1996 год. Хаттаб держит в руках сгоревший кусок российской военной формы. И, как обычно, ведется съемка. Штаны русские, кусок тела неверного воду. Именно с Хаттаба начались вот эти вот видеокассеты, со сценами казни, с отрубанием голов. Это была одна из таких вот фирменных штучек Хаттаба. Самир Ибн Аль-Хаттаб родился в Иордании в 1969 году. Террорист, полевой командир, сторонник создания в Чечне Исламского государства, руководитель двух ваххабитских организаций, жестокий убийца множества людей. Уничтожен в 2002 году. Я не знаю, только военные слова. Нападание, раздать, убить, стрелять, огонь, Аллах, Барту, Ак-Борту, 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 Ак-Борту. Хаттаб – это он назвал в себя в честь своего героя, одного из так называемых праведных халифов. Амара Аль-Хаттаба – это сподвижник пророка Мохаммеда. Апрель 97-го. Хаттаб и его сторонники отмечают годовщину удачной спецоперации по уничтожению колонны российской бронетехники под селением Ярыш-Марды. Пьют Кока-Колу и Пепси. Закусывают тортом. На российском будет траур, на наше мешало немножко будет праздник, парад будет. Это был человек очень высокопрофессиональный в своем деле. То есть в области террора, проведения террористических операций, ведения скрытной жизни, ему в Чечне не было равных. Он бравировал своей патологической жестокостью. Лично расправлялся с пленными, убивая людей исключительно холодным оружием. Глумился над трупами, отрезал уши, снимал скальпы. О нем ходили просто жуткие легенды, которые были правдой. Я, кстати, вот любил резать голову. Рубить голову, резать голову. Во время одного из интервью он с гордостью продемонстрировал настенное панно из цветов и пулеметных лент. Больше всего на свете он любил оружие и кровь неверных. Мы неоднократно, как бы, вроде бы преследовали человека, похожего на него, выставлялись, значит, засадой. Но вот ни разу, к сожалению, он нам не попался. В 2002-м была проведена одна из самых сложных и оригинальных спецопераций наших спецслужб. Хаттаба поймали в хитроумную ловушку. И он умер не так, как мечтал. Не в бою с неверными, а позорно и бесславно. Жизнь в Чечне в 90-е можно назвать только словом «катастрофа». Из-за слабости федеральной власти и множества ее ошибок там расплодились жестокие убийцы, которые держали в страхе всю Россию. И главными героями выпусков новостей были кровожадные персонажи, открыто транслирующие свои угрозы. Мы будем, кто бы нам, что бы ни говорил, до конца воевать. И будем, где попало, когда попало. Там, где Россия больнее всего, мы будем захватывать все, что угодно будем, все, что у нас сейчас сила. Жамиль Салманович Басаев. Родился в 1965 году в Чечено-Ингушской АССР. Активный участник террористической борьбы за выход непризнанной Чеченской республики Ичкирия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне. Организатор терактов в Буденновске, Беслане, Москве. Был внесен в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского Союза. Ликвидирован 10 июля 2006 года. Ингушское село Экажево, развороченное страшным взрывом КАМАЗ и две девятки. В них несколько изуродованных тел террористов. Машины взлетели на воздух в полночь. Террористы везли в КАМАЗе взрывчатку, и взрывы местные жители слышали в течение двух часов. От грузовика остался только мост. Был разрушен стоящий рядом дом. Девятки сгорели дотла. Басаева опознали по протезу вместо правой ноги и по найденной неподалеку голове. На месте судмедэксперт сделал все, чтобы сохранить оторванные кисти рук покойного так, чтобы можно было дактилоскопировать их. Что было сложно после взрыва, после жары и так далее. Смерти Басаева желало огромное количество людей. Спецслужбы России и родственники его многочисленных жертв. Матери детей, погибших в Беслане. Ты негодяй. Убил моего ребенка и убил детей вот всех женщин, которые сейчас несчастны и убиты. У нас есть силы сражаться с тобой, подонок. Мы найдем тебя, и ты будешь отвечать перед нами. Передо мной лично. Близкие убитых Басаевым в Буденновской больнице. Тех, кто пришел на мюзикл «Нордост» в октябре 2002-го. Уничтоженных жителей Чечни и Ингушетии. За ним охотились не только федеральные силы, но и целый ряд чеченских семейств. Например, расстрелянный им в 95-м или 96-м году префект района, учитель бывший. Его все дети за ним охотились, 5-6 сыновей. При личном общении Басаев производил впечатление очень собранного человека. Воина, который сражается за родину и справедливость. Журналист Валерий Яков стал добровольным заложником при теракте Басаева в Буденновске и общался с ним лично. Абсолютно спокойный, уверенный в себе. Очень профессиональный человек. Человек войны. Но стоило в разговоре коснуться вопроса, чем виноваты мирные жители, неважно, российские или чеченские, как Басаев показывал свое истинное лицо. Невинных нету. Я одно понял, невинных нету. Захват этой больницы в Буденновске, он был в то время для силовых ведомств таким, как говорится, ушатым холодной воды, которой все не могли понять, как это было возможно и что с этим делать. Сегодня в Буденновске о страшном теракте напоминают только могилы на кладбище. Дата смерти на многих плитах – одна и та же. Миру было жутко. Вот бабчинка тоже, это пацан, попал в это самое. И вот, а ее тоже, уже забыла, где она работала. И зашли, и сразу застрелили. Больницу в Буденновске была захвачена 14 июня 1995 года. В заложниках Шамиль Басаев удерживал 1600 человек. У нас работала медсестра в детском отделении. Героическая женщина, ее муж, из дома пришел за ней, когда услышал, что такие события случились. Боевики, естественно, его оставили в заложниках. В дальнейшем среди погибших, расстрелянных в заложниках, был он. Он лежал вот здесь, вот, расстрелянный. У меня на два дня. Слез на подоконнике, смотрел на него. Поведение властей в Буденновске можно охарактеризовать одним словом – бессилие. Вся страна следит за тем, как Басаева пытается образумить премьер Виктор Черномырдин. И у него ничего не выходит. Прошу вас, остановитесь, одумайтесь, освободите людей, неповинных и ни в чем не виноватых. В практике, в борьбе с терроризмом есть самые главные правила. Никогда в переговорах не участвуют люди, от которых зависит решение каких-то вопросов, серьезных. Он назначает переговорщиком руководителя оперативного штаба. Вот, это его полномочия. Это все сейчас узаконено, тогда этого не было. Отсюда вот такой бардак. В первый день, захватив здание больницы, Басаев потребовал к себе прессу. Когда через два часа никто из журналистов к нему не пришел, он вывел из здания пять человек и расстрелял у всех на виду. А на следующий день Басаев на пресс-конференции рассказал, как ему удалось вместе с отрядом из 195 человек выехать из Чечни и проехать более 200 километров на грузовиках с оружием и людьми до Буденновска незамеченным. Мы хотели добраться до Москвы. И там немножко повоевать и посмотреть, как будут российские власти бомбить Москву. Но вся наша операция, по идее, сорвалась из-за алчности, жадности постов Гаишникова. У нас просто не хватило денег заплатить этому посту. Через некоторое время после теракта министр внутренних дел Анатолий Куликов провел аналогичный эксперимент. Я из Осетии две машины с водкой пропустил через 29 постов от Владикавказа до Ростова. Из 29 постов только на двух не взяли взятку. Только на двух. На 27 взяли взятку. И я сделал вывод, что я не исключаю, что такой же потку был и там. Похороны Хаттаба или Черного Араба были сняты так же подробно, как большое количество его злодеяний. Его тело положили в яму и забросали ветками в глухом лесу. И сначала у многих возникло подозрение, что это постановочная съемка. Боевики любили использовать подобный театр, чтобы сбить с толку российские спецслужбы. Есть на данный момент достаточно веские доказательства того, что этот одиозный человек, один из организаторов международных туристических банд на территории Чеченской Республики, уничтожен. Ликвидация Черного Араба была сложной спецоперацией, которой гордятся спецслужбы России. И Хаттаб никогда, ни при каких обстоятельствах не думал, что уйдет в мир по такому сценарию. Бесславно и позорно. Он очень любил давать интервью. Вот корреспондент турецкого телевидения спрашивает, как его представить. И он отвечает, Амир Хаттаб, значит, командир. Амир Хаттаб. Амир Хаттаб. Амир Хаттаб. Как всякий профессиональный террорист, он считал, что убивать людей нужно громко и эффектно, привлекая к этому внимание миллионов. Его задачей было сеять страх. И когда он показывал на камеру вырванное легкое русского солдата, он бил прямо в цель. Весь мир застывал от ужаса. Он родился в Иордании. В детстве и юности был совершенно нормальным парнем. Хорошо учился, хотел стать инженером и даже планировал делать карьеру в Штатах. Мечтал о большом доме, где будут жить все члены его семьи. Он был добрым, обижался, плакал по любому поводу. Но вместе с тем все отмечают, что человек крайне повернутый на религии, крайне религиозный, причем именно радикального толка. В 17 лет он передумал ехать в Штаты и отправился в Афганистан бороться с русскими. Прошел отличную боевую школу и именно там познакомился с Бен Ладеном. Прошло несколько лет, и Хаттаб стал специалистом международного класса. Его боевые группы действовали в Ираке и Таджикистане. В Чечне он оказался в 94-м, почти сразу, как там началась война. И стал связующим звеном между чеченскими боевиками и международными террористическими структурами. Он был главный финансист через него. Оплачивались по отрядам, финансирование шло. Все шло через спецслужбы, через турецкие, через саудовские, через эмираты. Это всем известно, и все это доказано. С камерой Хаттаб шел по жизни не потому, что хотел оставить эти страшные кадры себе на долгую память. Это были видеоотсчеты для тех, кто высылал ему огромные деньги. У него было немного крупных спецопераций, но убивал он каждый день по 10-20 человек. Ставил на дорогах мины. Был просто мастером этого дела. Похищал людей, военных и мирных жителей. И показательно, просто зверски с ними расправлялся. Мой котел сейчас на карман, каждый милиционер, на Дагестан, Баку, везде. Каждую ночь он перемещался. Он в одном и том же месте два раза не ночевал. Подобраться к Хаттабу было невозможно. В первую чеченскую на серьезное агентурное внедрение просто не было времени. Боевики были крайне осторожны. Ближнее окружение Хаттаба состояло из очень преданных людей. У него были свои повара. Вся пища тщательно проверялась. Он никогда не говорил по мобильному телефону. Он оградил себя полностью от общения с внешним миром. То есть он общался только со своими. Его главным другом был Шамиль Басаев, который, в свою очередь, называл Хаттаба братом. Любовь Басаева имела в основе финансовый расчет. Через черного араба он присосался к потокам денег от международных террористических организаций. Я расстреливал. Это правда. Я предупредил раненого. Пять человек убил. Из-за убитого десять человек убил. В июне 95-го маленький Буденновск охватило массовое безумие. Это был один из самых страшных терактов в мире. Впервые заложников держали и убивали в больнице. Город полон самых ражных слухов. Страшных слухов. Слухи о том, что там все женщины изнасилованы. Что насилуют и спарывают животы. Что расстреляны уже десятки людей. Штурм больницы с террористами и заложниками в Буденновске начался 17 июня рано утром. В окнах кричали женщины и дети. Кто их выставил? Боевики? Или они сами решили стать живым щитом для террористов? Осталось неизвестным. На окнах стояли женщины, дети с простынями, с отрывками от простыней, с какими-то белыми материями. Ну и кричали, не стреляйте, не стреляйте. В ходе штурма было убито 30 заложников и 70 ранено. Президент Борис Ельцин в дни теракта находится в Галифаксе на саммите Большой Семерки. И решил не возвращаться в Москву, чтобы не показывать террористам свою слабость и то, что он напуган. Но в Кремле всем было по-настоящему страшно. Басаев убил 129 российских военных и мирных жителей. 415 человек получили тяжелые ранения. Окончать я сейчас выводы, что сказать, не могу. 18 июня Россия решила сохранить террористу жизнь. И приняла его условия о прекращении огня в Чечне. Правительство Российской Федерации, первое, гарантирует немедленное прекращение боевых действий, бомбардировок на территории Чечни с такого-то времени, которое будет сейчас с вами оговорено. Около пяти вечера 19 июня Басаев с боевиками и частью заложников выехал из Буденновска в сторону Чечни. Маршрут пролегал через Дагестан. Колонну сопровождали вертолеты российской армии. В дагестанском городе Хасабьюрте, большинство населения которого чеченцы-аварцы, басаевцев встречали с ликованием. Я не боюсь, знаешь, ты не воин. Нет. Так что свой трон освободи. Я же был с тобой гостеприимен. И безо нас не отдавал. В ночь с 19 на 20 июня автобусы достигли населенного пункта Зандак на территории Чечни. Террористов встретили их родственники и друзья на 40 автомобилях. Басаев сел в Ниву и поехал по горной дороге. По плану в этот момент его автомобиль собирались уничтожить. Они пересели в легковую машину и быстро рванули в лес по ущелью. Несмотря на то, что было уже темно, мы продолжали его преследовать, но до той поры пока утратили вероятность такого поражения. Это была очередная оплеуха нашей армии и спецслужбам. Залив Буденновск кровью, Басаев ушел от погони, скрывшись в хорошо знакомых ему горах. Вперед к новым терактам. Главное, я открыл бутылку и выпустил длинную. После Буденновска за информацию о местонахождении Шамиля Басаева была объявлена сумма в 300 миллионов рублей. Начались его активные поиски. Было принято решение, и вполне разумные, наиболее активных, харизматичных и популярных в то время террористов, так бы сказал, террористов и лидеров, и организаторов, и авторитетов, надо уничтожить. И пресса, и генералы раз в десять объявляли о том, что Шамиля Басаева больше нет. В мае 2000 года прошла информация, что он скончался от заражения крови после ампутации ноги. В апреле 2002-го начальник генштаба Квашнин объявил, что он уничтожен в результате спецоперации. В мае 2002 года генерал Трошев рассказал, что Басаева отправила на тот свет наша артиллерия. Время от времени говорили, что Басаева убили его кровные враги. Я два раза видел кадры мертвого Басаева. Так показывали какого-то человека и говорили, что это Басаева. Проводилось много всяких операций, начиная от отравления, заканчивая просто наведением маячками на место его сегодняшнего лежбища. Но один из главных террористов 90-х был уничтожен только 10 июля 2006 года. Сегодня ночью в Ингушетии была проведена спецоперация, подготовка которой я вам докладывал ранее. Агентами ФСБ террористам была продана взрывчатка. И в один из снарядов была заложена микрокамера, передававшая изображения и координаты этого КАМАЗа. Камера со связью, так понимаю, со Спутниковой. И как только в камере оказалось лицо Басаева, была нажата кнопка, и он слетел на воздух. Ты рвал людей на куски, и вот ты закончил так же. Ты получил то, что делал для других. Это могила Салмана Радуева в районе Ачхой Мартана. А вот и сам он, живой. Моя жизнь – самое святое место. И этим святым местам я постоянно прихожу, регулярно. В марте 96-го, после покушения, Радуев пережил клиническую смерть. Всем объявили, что он погиб. Но он был жив, и его закопали на полчаса в землю. Я чувствовал себя в раю. Могила будет у каждого сейчас. При жизни сделаем могилу всем. Могила при жизни была модным поветрием среди чеченских боевиков. Трент задал Радуев. Он часто думал о смерти. В случае моей смерти, чтобы ни один человек на этой земле, кроме двух-трех лиц, не должны увидеть мой труп. Салман Бетерович Радуев. Родился 13 февраля 1967 года в Гудермесе. Организатор терактов в Кизляре и Первомайском. Арестован в поселке Новогрозненский 13 марта 2000 года. В 2001 году осужден пожизненно. Умер в тюрьме 14 декабря 2002 года. Несколько вариантов введения войны. Первое, это будет минная война. Второе, будет железнодорожная война. Неделю пускать под откос 2-3 эшелона, значит, такая будет задача поставлена одним подразделением. Третьим, на территорию России, особенно в столичных округах, создать атмосферу невыносимости. И даже пусть это будет немножко не так, даже атмосферу страха, чтобы они всегда чувствовали, что будет удар чеченцам. Салмана Радуева, президент непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов, террористы Хаттаб и Шамиль Басаев считали слабым человеком, склонным к истерикам. Про него Басаев говорил, я не хочу с этой истеричной бабой иметь дело. Он его называл истеричной женщиной, Басаев. Своей карьерой Радуев обязан жене, которая приходилась дальней родственницей первому президенту непризнанной Ичкерии Джахару Дудаеву. Когда тот пришел к власти, ну, тесте помогать стало. Радуев был склонен к дешевым эффектам и эпатажам. Неустанно пекся об имидже и походил на нечто среднее между Муаммаром Каддафи и Чи Геварой. Очень любил солнцезащитные очки, за что получил кличку Майкл Джексон. Он же брал на себя все, что возможно. Готов был высадку марсиан взять на себя за очередь. 9 января 1996 года Салман Радуев и 250 его боевиков на рассвете вошли в Кизляр и направились к вертолетной базе. Им удалось вывезти из строя два из восьми вертолетов. По боевикам Радуева открыли огонь, и он потерял почти всех бойцов. Ну да, вертолет погиб. Погибли люди, вертолет был уничтожен, но цели он не достиг. С выжившими боевиками Радуев собирает на улицах первых попавшихся кизлярцев и загоняет их в роддом. Повторяет теракт Басаева. Но дагестанцы дружественны чеченцам народ. Множество семей перебралось к родным и знакомым из Чечни в Дагестан на время военного конфликта. Басаеву и Маскадову потом придется оправдываться перед старейшинами Дагестана и осуждать отморозка Радуева. Если намечен военный объект, это не значит, что он должен весь город захватывать или больницы захватывать, или что-то другое делать. Вечером 9 января из захваченного роддома по спутниковой связи Радуев докладывает Джохара Дудаеву о потерях. 64 погибших боевика, 32 ранены, убито 34 мирных жителя. Дудаев дает приказ о возвращении в Чечню. Его вина в том, что он 200-300 человек взял, поехал на операцию, которую могли 15-20 человек сделать. В 87-м году Салман Радуев вступил в КПСС, но потом решил стать бизнесменом. Организовал фирму по экспорту цемента. Окончил в 88-м году высшую школу менеджеров в Варне в Болгарии. Защитил кандидатскую диссертацию. В 90-м стал инструктором обкома ВЛКСМ в Чечене-Ингушетии. Радуев действительно была такая комсомольская, в плохом смысле слова, комсомольская такая дешевка. Но в 91-м Чечня провозгласила свою независимость. И президентом был избран Джохар Дудаев. Очень скоро Дудаев решил, что Россия ему не нужна. Захватил часть российских вооруженных сил на территории Чечни. Танки, БТРы, самолеты и вертолеты. И объявила создание независимой Чеченской республики Ичкерия. В декабре 94-го Москва решила вернуть свои позиции и направила в Чечню несколько военных частей. Дудаев начал кровавую бойню. Конечно, я могу шарахнуть, и ничего от меня этого не осталось. И шарахну точно, даже в городе, по любому дому, в любое окно. Но шарахнуть не получилось. Боевики Дудаева, переодетые в российскую военную форму, сотнями уничтожали наших солдат в страшном декабре 94-го. Сначала война охватила Грозный, потом уже всю республику. И в России начались теракты, которые устраивали люди Дудаева. Такие, как бывший комсомолец Салман Радуев. Он создал себе образ вот этого вот ужасного, кровавого, железного такого террориста. Какой-то, ну, я не знаю, какой-то шайтан там. Кизлярий Радуев делал все точно так же, как Басаев. Согнал людей в больничные палаты и коридоры. Убивал и мучил, прежде всего, женщин и детей. Но Кремль вел себя уже по-другому. Премьер Радуеву не позвонил. Террорист страшно боялся ночного штурма и смерти в Кизлярской больнице. Он затребовал 11 автобусов и 3 КамАЗа. Машины предоставили власти Дагестана. Радуев загрузил в них 160 заложников и вместе с ними покинул Кизляр. Я сказал, на территорию Чечни не пускать. Открывай огонь, не пускай их. Вот это была моя команда. Вертолеты открыли предупредительный огонь перед колонной. Колонна развернулась и отправилась в село Первомайское. Там боевикам сдались в плен 37 ОМОНовцев. Новосибирский ОМОН, который там вынужден был просто сдаться, потому что команды не было стрелять. От кого они могли получить приказ? Это трусость и малодушие. И по-другому я это не оцениваю. Потом радуевцы заняли дома мирных жителей. И через несколько дней был предпринят первый штурм Первомайского. После того, как Радуев расстрелял старейшин села и нескольких ОМОНовцев. Спецназовцы потом штурмовали село еще три дня. Из Чечни на подмогу Радуеву подоспел большой отряд боевиков. Первомайское было залито кровью. Зачем было колонну в окружении войск, находящуюся на открытой местности, запускать в село, где живут люди, где дома, где можно окопаться, дать им окопаться и только после этого начать их штурмовать. Вы мне эту логику можете объяснить? Я нет. Когда село наконец-то освободили, подсчитали уничтоженных людей Радуева. Их было 180. Но самого Радуева не было. Он ушел. Я процентов на 90 считаю, что пути отхода Радуеву были подсказаны. Его труп потом с надеждой искали после каждого артиллерийского обстрела бандформирований. Где Радуев? Ищем сейчас его и в том числе опознаем в числе трупов, которые вы видели. Но поймать или уничтожить Радуева никак не могли. Он нагло выступал на митингах в центре Грозного. Появлялся в репортажах из лагерей подготовки подростков-шахидов. 12 лет надо готовить чеченцев к войне с Россией. Подготовить подразделение смертников из добровольцев, у которых погибли братья, сестры, матери, отцы. Он выходил и за 300-500 метров чувствовал, если наш сотрудник покурил, даже еще вечером. Утром он за 300-500 метров чувствовал, что это звери, понимаете, однозначно. Очень скоро Радуев перестал подчиняться руководству и стал главарем неуправляемой банды террористов, которая грозилась свергнуть Масхадова, а потом атаковать Москву. Масхадов меня обвинил, что там я шизофреник или психически ненормальный. Потери Басаева были минимальны. Потери Радуева были огромны. Поэтому за ним по всей Чечне охотились кровники. Близкие тех, кого он положил на поле боя, потому что был бездарным командиром, взорвали его дом в Гудермесе. Не менее пяти раз его пытались уничтожить российские спецслужбы. Эта пуля полностью все разрушила, челюсть верхняя, носа не было, глаза не было. Практически лицо было из-за рода. Снайпер попал в голову Радуева 3 марта 1996 года на дороге между селами Старые Атаги и Гойты. Врачи боялись делать операцию без моей росписи, что я добровольно разрешаю им делать операцию, и что в случае своей смерти я не буду их винить. Я говорю, как я могу вас винить, если я умру вообще? Серьезные люди с оружием держали этого фирога на прицеле, пока он из ничего собирал Радуеву новое лицо. После ранения Салман Радуев на три месяца исчез из поля зрения. Зализывал раны, приходил в себя. Ездил на лечение в Германию и придумал о себе новую красивую легенду. После операции его стали называть терминатором и киборгом. Он всем говорил, что череп у него собран из титановых пластин после ранения. А нос, он вообще говорил, из пластмассы. После лечения в Германии жена перевезла Радуева в Стамбул, где жила вместе с двумя детьми. Она считала мужа героем, почти святым. И безропотно приняла новость, что он собирается вернуться в Чечню. Радуев планировал совершить серию диверсионных актов в России. Прежде всего на ядерных объектах. Война будет продолжена до победного конца. Если для этого потребуется даже 50 лет, если под угрозу даже будет поставлена вся нация. Джихады – это священная война, нет другого пути. А многие в Чечне и в России его считали убитым. А тут он вылез снова, живее всех живых. Я не знаю, с чего вы взяли, что он убит. Я, например, с самого начала знал, что он тяжелый рад. Радуев полон сил и заявляет, что ему помогает Джахар Дудаев, который тоже жив и здоров. Спасибо Аллаху. Клянусь Аллахом, Джахар Дудаев жив. Клянусь Аллахом. Все остальное – это дело времени. Хотя всем известно, что первый президент непризнанной Ичкирии был убит 21 апреля 1996 года. За Дудаевым охотилось сразу несколько ведомств – ФСБ, ГРУ, ФАПСИ. И его местоположение определяли, как только он начинал говорить по спутниковому телефону. В эту точку сразу вылетали самолеты и начинали ее бомбить. Но обычно опаздывали. Дудаев успевал уйти. В тот день он включил свой спутниковый телефон и был уверен, что разговор закончится раньше, чем начнется бомбардировка. Но его настигли не самолеты. Был нанесен удар ракетой. 21 апреля в 6 часов вечера в результате ракетно-бомбового удара с воздуха не стало первого президента Ичкирии Джахара Дудаева. Констатируя факт гибели своего мужа и президента, я заявляю следующее. Жахар Дудаев погиб. 13 марта 2000 года в поселке Новогрозненский рано утром бойцы отряда специального назначения ФСБ и Читинский ОМОН начали совместную операцию по задержанию Радуева. Был вычислен дом, в котором он находился. И когда Радуев вышел из него на улицу, то услышал приказ стоять. Радуев побежал. Его охватила паника. Он ворвался в грязный туалет. Квинтэссенция известного высказывания «Замочим в сортире», потому что взяли его в Новогрозненском, а в туалете был арестован. Суд приговорил террориста Салмана Радуева к пожизненному заключению. 14 декабря 2002 года он скончался в больнице тюрьмы «Белый лебедь» в Соликамске от множественных кровоизлияний во внутренние органы. Ну, это, может быть, от побоев. Но, скорее всего, его убили, да, забили ногами, может быть. Я знаю, что даже, так сказать, простые уголовники к такого типа людям относятся с презрением. А через четыре месяца Россия узнала о том, что больше нет Хаттаба. Умер Хаттаб, а ты не как воин на поле битвы, не как шахид. То есть даже по своим воззрениям моментально попасть в рай он не смог. Он учил своих подопечных. Ваша задача – сеять смертельный ужас. Священный долг каждого мусульманина – джихад. Принимал участие лично в пытках, в личных расстрелах. Он говорил, что я врагам резал и буду резать собственноручно глотки. В 96-м Хаттаб с небольшим отрядом смог разбить огромную колонну 245-го мотострелкового полка. Военные совершили тогда классическую ошибку – не проверили маршрут, не было нормальной связи и воздушного прикрытия. Хаттаб потом хвастал, что смог подкупить среди них предателя, который сообщил о движении колонны. Мы сталкивались с фактами, когда документ, который отправился Ельцином, и Дудаева оказывался раньше, чем у президента Российской Федерации. Мы прекрасно понимали, что ведется игра на... Многим чиновникам ведется игра на двух фронтах. Власти не знали, как правильно действовать во время терактов. Наша армия в середине 90-х выглядела плохо организованным сборищем голодных и оборванных людей. Солдаты стояли, выставленные на охрану дорог, просили милостыню. Вы можете себе это представить? Командовали полные, я не знаю, как можно назвать, дебилы, профаны или просто предателя. Недоумки какие-то. Для того, чтобы вести охоту Забасаевым, Радуевым, Хаттабом и другими террористами, нужен был высокий профессионализм спецслужб. Но они в то время были крайне слабыми. Вся агентура была развалена. Скажем, вот в 95-м ее не было. Неудобно так противно. Всегда только болтают, на мне болтают. Грузят на Хаттабу, если другой бандит нет, то ли что? Только я бандит. В подчинении у Хаттаба, кроме чеченских боевиков, были иностранные наемники, выходцы из арабских стран. Он был звездой Чечни, которую знали даже дети. На нем всегда был белый шарф. Никто и никогда не видел его без белого шарфа. Когда шарф становился грязным, ну, например, едет на Камазе, там пыль и так далее, он его просто выбрасывал. Любовь встретилась с Хаттабом, когда искала своего сына Женю. Ее мальчика забрали в армию в 18 лет. И он оказался в Чечне, где был похищен боевиками. У матери потребовали выкуп. Она продала квартирку и отправилась в Грозный. Я Женю искала в 9 месяцев. И каждый раз мне казалось, что вот-вот я вот напала на какой-то след. Я металась из одного села в другой. То, что прошла эта женщина в Чечне, невозможно описать словами. Она не раз была прямо в логове бандитов. Пыталась с ними договориться. Ее били. Пытали. Несколько раз хотели убить. Но Женю она не спасла. Его зверски убили. И продали матери сначала тело, а потом голову сына. Сейчас идет речь о его канонизации, потому что он отказался снять крест. И погиб он в день своего дня рождения. Хаттаба уничтожили с помощью яда. Им было пропитано письмо его матери, перехваченное нашими спецслужбами. Послание было упаковано в полиэтиленовый пакет якобы от дождя. Но это было сделано для защиты человека, который принес смертоносное письмо Хаттабу. Человек, который принес это письмо, он знал его много лет. Это был лично преданный ему, проверенный многожды раз боевик, которого он лично хорошо знал, и он был перевербован. Хаттаб распечатал письмо и подписал себе смертный приговор. Яд начал действие сразу. Хаттаб после этого сильно-сильно заболел. Болел как раз, да, около или чуть больше на неделе. Он умолял своих сподвижников его пристрелить, чтобы умереть как воин. Но они не решились застрелить командира. Муки Хаттаба были страшными. Его внутренние органы разрывала просто адская боль. Ликвидация этого террориста была большим достижением наших спецслужб на Кавказе. И после этого было уничтожено еще несколько шайтанов, угрожавших России. Они исчезли из выпусков новостей и стали частью истории. Страшной истории 90-х.